Атлантический океан Это была битва стратегий «Удар» и «Контрудар». Когда разрывались глубинные бомбы, всех охватывало ощущение истинного ужаса. Гонка по созданию технологического превосходства или попытка переманить госпожу Фортону на свою сторону. Всегда надеешься, что в воде окажется кто-то другой, а ты спасёшься. Это битва за Атлантику. На кону исход Второй мировой войны. Конвои, битва за Атлантику, атаки волчьей стаи. Немецкие субмарины «Убот» станут одним из самых страшных орудий Второй мировой. В тот самый день, когда была объявлена война, У-30 вышла к северо-западному побережью Ирландии. На её борту 11 торпед и 44 члена экипажа, готовых к охоте. Мы клялись верности Родине и армии. Прошёл 21 год. С окончания Первой мировой настал наш черёд воевать. В тот же день лайнер Аттене вышел из британского порта и направился в Канаду. Многие из тысячи ста его пассажиров спасались от гитлеровского вторжения в Восточную Европу. Среди них были евреи-беженцы Мариана Янка и её муж. Мы бежали из Чехии через неделю после её оккупации нацистами. Решили, что не хотим оставаться в Европе. Я знала, что рано или поздно начнётся война, но не думала, что это случится в тот самый день. 3 сентября 1939 года Британия и Франция объявили войну Германии. Я спал на своей койке, подошёл мой товарищ, разбудил меня и сказал, слышал новость, англичане объявили нам войну. Я вскочил и отправился в радиорубку. Постарался хоть что-нибудь услышать. Нам сказали немедленно воспринимать Англию как врага. В 4.30 вечера, спустя лишь 5 часов после начала войны, У-30 обнаружила корабль приблизительно в 400 километров от северо-запада Ирландии. Командир подлодки Фридс Юлиус Лэмп находится слишком далеко, чтобы определить, является ли этот корабль боевым. Судя по курсу, нам было понятно, что он направлялся из Англии в Америку или в Канаду. Мы преследовали его до захода солнца, потому что командир не хотел ошибиться. Но заметив, что корабль соблюдает светомаскировку, Лэмп решил, что Атения — вооруженный торговый корабль, и приступил к атаке. Когда стемнело, мы напали на корабль. Первую атаку мы произвели двумя торпедами. Торпеды были пущены с максимальной скоростью в 23 метра в секунду. В тот момент в столовой подали обед. Со мной был мой муж и его брат. Мы сидели за столиком, и я отлично помню, что мы ели суп. И внезапно раздался взрыв. Все погрузилось в темноту, начался хаос. Я вбежал в радиорубку и услышал позывные Атении и их сигнал «СОС». У них на борту было 1100 пассажиров. Боже мой, тогда я вдруг понял, что мы наделали. Командир Лэмп знал, что совершил трагическую ошибку. Я перебралась через ограждение и, держа мужа за руку, сказала ему «Пойдем». А он продолжал кричать «Сначала дети и женщины». Шлюпка медленно опустилась, и я потеряла его из виду. Я думала «Боже, корабль тонет, на нем мой муж». Это было просто ужасно. Мариана провела долгую ночь в спасательной шлюпке, прежде чем ее спасли. Атения стала первой жертвой немецких субмарин во Второй мировой. Ее потопление унесло жизни 118 мужчин, женщин и детей. Вернувшись в Шотландию, Марианна принялась разыскивать мужа. Я взглянула на списки выживших и нашла там его имя. Не могу передать эти чувства. Это было как Божье благословение. Потопление Атении – идеальная демонстрация разрушительной силы смертоносного оружия. Но настоящее бедствие пропаганды. У-30 возвратилось с позором. То, что случилось потом, стало нарушением всех международных морских правил. В Вильгемс-Хафене на борт поднялась группа офицеров. Нас вызвали в торпедный отсек и приказали хранить произошедшее в тайне. Запись о потоплении Атении была стерта из судового журнала. Немцы хотели, чтобы не осталось ни одной записи об их причастности к этому. Особенно учитывая, что среди погибших было 28 американцев. Соединенные Штаты все еще не вступили в войну. Министр пропаганды Йозеф Геббель заявил, что Черчилль намеренно затопил Атению, чтобы Америка встала на сторону союзников. Во время Первой мировой именно гибель Луизи Тании, это подобный случай, привел к вступлению США в войну. Гитлер старался избежать этого. В Америке газетчики назвали гибель Атении преступлением. Уинстон Черчилль ждал, как поступят американцы. Несомненно, Черчилль был бы доволен, почувствовал бы облегчение. Но он надеялся, что США вступят в войну против Германии. Но Америка после Первой мировой войны не хотела ввязываться в еще одну европейскую войну. Америка осталась нейтральной. Бойня Первой мировой нанесла урон не только Европе, но и американцам. У них не было желания ввязываться в еще одну бойню окопной войны. Европа быстро сдалась под надвигающимися армиями Германии, и Британия вскоре оказалась отрезанной. Ситуация была критической. Запасов некоторых основных ресурсов, необходимых для выживания в стране, хватило бы лишь на три недели. Оставшись без помощи американцев, Британия обратилась к Канаде. Сонные порты Новой Шотландии, Галифакса и Сидней внезапно превратились в центр одной из крупнейших в мире операций по снабжению. Канадцы, подданные Британской империи, без вопросов пришли на помощь Британии. Насколько я понимаю, это была естественная реакция. Премьер-министр Британии объявил войну, и для меня это означало, что Канада будет тоже воевать. Британию и Канаду разделяют 4,5 тысячи километров океанской поверхности. Идеальная территория для немецких субмарин. Но Британия была уверена, что Королевский морской флот, сильнейший в мире, с легкостью защитит транспортные корабли. Никто не принял во внимание безжалостность и способность одного человека. В Германии командующий подводным флотом Карл Дёниц бросил вызов Королевскому флоту и планировал победить его. Во время Первой мировой Дёниц командовал подлодкой. Британцы потопили её и взяли его в плен. Жажда мести не покидала его. Дёниц писал в своих мемуарах. «Я верю в боеспособность подводной лодки. Она первоклассное наступательное оружие в морской войне и лучший носитель торпед». До начала войны Дёниц лично контролировал постройку подлодок. После Первой мировой Германии запретили строить подводные лодки, но их разработка продолжалась втайне. Дёниц быстро создал мощный и современный подводный флот. Рабочей лошадкой этого флота стала У-БОТ седьмого типа. Два дизельных двигателя давали ей скорость в 16 узлов на поверхности. Этого достаточно, чтобы догнать большинство транспортных судов. Электрические батареи позволяли ей оставаться под водой до 24 часов. Она была оснащена 88-мм пушкой, но самое смертоносное оружие — её 11 торпед. Позднее Уинстон Черчилль напишет. «Единственное, что пугало меня во время войны — угроза подводных лодок». В первые месяцы Второй мировой войны командир немецких субмарин Дёниц отдал своим новым подлодкам приказ обыскать Атлантику в поисках целей. Но Королевский морской флот не обращал внимания на угрозу. Офицеры флота были уверены, что врождённая слабость субмарины станет причиной её поражения. Субмарины могут находиться под водой лишь короткие периоды времени, прежде чем им придётся всплыть, чтобы перезарядить свои батареи. Значит, их легко обнаружить и уничтожить. Когда же они погружены, Королевский флот полностью уверен в эффективности новой противолодочной системы ЭЗДИК. Разработанная до начала войны, она использовала направленные звуковые волны, чтобы видеть под водой. Волны отражались от подводных лодок и возвращались в виде эха. Чем быстрее они отражались, тем ближе корабль подходил к подлодке. Когда расстояние сокращалось до минимума, можно было сбрасывать глубинные бомбы. Демонстрация этой ранней модели «Сонара» так впечатлила Черчилля, что он объявил «Это избавит нас от огромной опасности». Через две недели с начала войны три авианосца и 14 эсминцев, оснащённых «Сонарами» ASDIC, получили приказ очистить море от немецких подлодок. Один из этих авианосцев — корабль его величества «Корейджес», то есть отважный, развивающий скорость в 31 узел и несущий на борту 48 самолётов, одни из самых сильных кораблей Королевского флота. На его борту находился Джон Кэннон, ему было всего 16 лет. Через две недели после того, как началась война, мы отправились на патрулирование к юго-западному побережью Ирландии в сопровождении четырёх эсминцев. Была очень-очень мощная группа. Это был обычный день, всё в порядке. Пилоты отрабатывали взлёт и посадку, патрулировали территорию по мере сил. Но у «Сонара» был серьёзный недостаток. Радиус его действия не мог сравниться с радиусом действия торпеды. За пределами его достигаемости скрывалась У-29. Ей командовал Отто Шухарт. Он заметил «Корейджес», разворачивающийся для посадки самолёта. «Отто не упустил свой шанс и выпустил в сторону авианосца три торпеды». Помню, как взглянул на часы, было без четырёх восемь. И в этот момент раздался чудовищный взрыв. Через несколько секунд ещё один ужасающий взрыв. Торпеды сделали две огромные пробоины в борту «Отважного». Авианосец был обречён. Я поднялся на верхнюю палубу и видел, как некоторые люди уже бросались в воду. Я соскользнул справа в борт авианосца, нырнул в воду и поплыл изо всех сил, чтобы оказаться подальше от корабля. И в тот момент я заметил, как авианосец начал погружаться в море, и затем волны замкнулись над ним. Вскоре всё стихло, но было слышно, как люди вокруг борются за жизнь. С нами всё ещё оставались два эсминца. Но они не могли остановиться, чтобы подобрать выживших, потому что могли стать лёгкой добычей. В действительности эсминец Его Величества Айвенга начал преследование Отто Шухарта при помощи своего подводного сонара. Эсминец засёк характерный отклик – звук эхо У-29. Шухарт совершил экстренное погружение на максимальную глубину, на которую он когда-либо погружался. Находиться на такой глубине, даже вне угрозы противника, было не очень комфортно. Все надеялись подняться ближе к поверхности, как только угроза для лодки спадёт. Эсминцы продолжали бомбардировать подлодку несколько часов, пока не израсходовали все свои бомбы. Но удача не покинула Шухарта, ему удалось ускользнуть. В это время Джон Кэннон провёл в воде уже два часа. Его единственная надежда на спасение – добраться до проходящего мимо торгового судна. Я поплыл в сторону Дайда, плыл довольно долго, очень устал. Странно, не знаю, поймут ли меня правильно, но я не боялся утонуть. Я чувствовал такую усталость, что просто хотел уснуть. Но рядом со мной плыл морской лётчик-наблюдатель, и, наверное, он подумал, что я сдался. И он вдруг внезапно закричал. «Давай, давай, парень, плыви! Твоя мать и отец будут ждать тебя!» Хотите, верьте, хотите, нет, но это вдохнуло в меня немного жизни, и я снова стал плыть. Джон выжил, но из 1260 членов экипажа погибло 518. Всего двумя торпедами маленькая субмарина уничтожила один из самых серьёзных кораблей британского флота. Королевские ВМС недооценили угрозу немецких подлодок. Чтобы избежать новых потерь, всем шести авианосцам британского флота приказали принимать участие лишь в тех операциях, в которых не было риска атаки немецких субмарин. Мы не были готовы. В тот момент, думаю, мы ещё не поняли, что оказались в очень опасном положении. Вернувшись в порт, Отто Шухарт был встречен как герой. Дёнец восхищался командиром подлодки. Эта атака доказала, что субмарины могут уничтожить Королевский флот. Всего через четыре недели после гибели отважного было совершено нападение, невиданное по своей дерзости. Командир немецкой подлодки Гюнтер Принн проскользнул на охраняемую базу королевских ВМС в скапо-флоу. Проведя свою субмарину через противолодочную защиту, он торпедировал линкор «Ройл Оук». Один из крупнейших в Королевском флоте, вооружённый огромными 380-миллиметровыми орудиями. В ледяных водах «Ройл Оук» ушёл на дно всего за 10 минут, унеся с собой жизни более 800 членов экипажа, многие из которых погибли, пытаясь выбраться через бортовые иллюминаторы. В Британии гибель линкора «Ройл Оук» стала национальной трагедией. Даже Уинстон Чарчилль признал, что это нападение было «замечательным актом профессионального умения и бесстрашия». Утопить боевой корабль крошечной подлодкой можно назвать доблестным подвигом, и это можно использовать для пропаганды и поддержания боевого духа. В Германии Принн стал национальным героем. В Берлине его приветствовали восторженные толпы. Гитлер наградил его одной из высших наград Германии — «Рыцарским крестом». Для Карла Дёнеца это стало доказательством того, что субмарины могут выиграть войну. Но это стало действенным сигналом для британцев. Чтобы противостоять немецкой угрозе, они применили тактику, которая была успешной против подлодок в Первой мировой войне — конвои. В конвоях торговые суда группируются в плотный строй, который охраняется вооружённым эскортом сопровождения. Тактические преимущества огромны. Нельзя защитить все корабли, плывущие поодиночке. Но в конвоях большое количество судов можно защитить при помощи небольшого количества боевых кораблей. Сотни торговых судов стали передвигаться в конвоях. Они были укомплектованы не военными, а гражданскими моряками. Британия собрала этих гражданских моряков со всех четырёх уголков своей империи. На море все держатся вместе. На нашем корабле были англичане и арабы. Потом присоединился экипаж из Индии и Китая. Я вступил в торговый флот, потому что мне нравилась романтика моря. Мне казалось это важным. Эти моряки-добровольцы трудились в любых погодных условиях, чтобы доставить в Британию жизненно важные грузы. Я видел, как корабль поднимается на гребень волны, его корма и вращающийся винт показываются из воды, а потом он обрушивается вниз, и ты видишь лишь воду вокруг себя. Пена и брызги поднимаются над носом и намерзают на такелаже. К Рождеству 39-го года система конвоев начала действовать. Субмарины потопили 110 одиночных кораблей. Но из 6 тысяч, ходящих в конвоях, их жертвами стали лишь 4. Неудачи подлодок всё сильнее расстраивали Дёница. Его сдерживало одно важное препятствие. Он попросил у Гитлера 300 подлодок, а получил меньше 60. Главной проблемой, которая стояла перед нами, была просто нехватка подлодок. Нам нужно было попытаться обнаружить конвои, а затем начать усиленную атаку всеми субмаринами, которыми мы располагали. Перед Дёницем стояло ещё одно препятствие. Британия контролировала как Северное море, так и Ла-Манш. Чтобы достичь ввод Атлантики, немецким субмаринам приходилось обходить Британию с севера. Эта лишняя неделя похода, она значительно сокращала радиус их действия всего несколько сотен километров от берегов Ирландии. Но вновь ход войны был готов перемениться. В конце весны 1940 года армии Гитлера ударили по территории Франции. Британцы были вынуждены предпринять унизительное отступление из Дюнкерка. Франция сдалась. Падение Франции всё переменило. В тот момент ощущение того, что войну можно сдержать, ограничить или просто завершить, исчезло. Война в Европе вышла из-под контроля. Для Дёница это была невероятная возможность. На следующий день после капитуляции Франции он отправился в Британь, на французское побережье. Теперь у его субмарин был прямой выход в Атлантический океан. Германия стала мощнейшей силой в Атлантике с удобными для обороны океанскими базами. Немецкие подлодки стали почти на неделю ближе к основным торговым путям Атлантики. Это значительно увеличило время их походов и эффективность. Дёниц основал базу в порту Лориента и выбрал для штаба элегантную виллу с видом на гавань. Началось строительство мощных доков, возводимых из бетона толщиной до 7 метров. Бронированные двери и орудийные платформы делали их крепостями, где лодки могут ремонтироваться и заправляться. Для субмарин, стоящих в этих огромных бетонных рамах, в Северной Атлантике не было недосягаемых целей. И они уже получили разрешение из Берлина на подводную войну без ограничений. Никого не спасать. Ни погода, ни близость земли не имеют значения. Главное для вас – безопасность лодки. В этой войне мы должны быть суровыми. Враг начал её, чтобы нас уничтожить, поэтому ничего не имеет значения. Теперь ни один корабль не был в безопасности. К 1940 году, когда самолёты немецких Люфтваффе громили британские города, некоторые родители решили для безопасности отправить своих детей за океан. Мне было 11 лет, и мои родители решили отправить меня в Америку, потому что война приближалась к Англии. Через год после начала войны Колин Райдер Ричардсон оказался среди 90 детей, отправленных в эвакуацию в Канаду на борту лайнера «Город Бенар». Когда конвой отошёл на 800 километров к северо-западу от Ливерпуля, эскорт покинул их, чтобы встретиться с другим конвоем, считая, что они вышли из зоны действия немецких субмарин. В пятую ночь путешествия детям сказали, что они могут ничего не бояться и спать в пижамах, а не в одежде и спазжилетах. Мы немного нервничали, но нас заверили, что мы в безопасности и можем расслабиться. В 10.03 в город Бенар ударила торпеда точно под каютами детей. В начавшемся хаусе Колину удалось добраться до спасательных шлюпок. Мы стояли там вместе со всеми детьми, выбегавшими в своих халатиках, в шлёпанцах, с мишками в руках, не понимая, что произойдёт дальше. Город Бенар сильно накренился, что усложнило спуск спасательных шлюпок. Поражённая торпедой в 450 километрах от Роккола судно находилось в районе, ранее считавшемся безопасным. Но теперь корабли по всей Атлантике находились в досягаемости немецких субмарин с баз на французском побережье. Один из детей, бывших на борту, Колин Райдер Ричардсон, обнаружил, что плывёт в тонущей шлюпке вместе с мёртвыми и умирающими. Мы все пытались сделать то, что казалось разумным в тот момент, выбросить тела из лодки. После 20 часов, проведённых в воде, Колин был спасён. Из 90 детей, бывших на борту, погибло 77. Это видение преследует меня. Не прошло и дня, с тех пор, чтобы я не видел этих детей. Я был одним из тех счастливчиков, кому повезло выжить, благодаря спасжилету. Прежде чем отправить его в эвакуацию, мама Колина купила ему спасжилет. А в этом кармане у меня был ремень и платок моей матери, который я нашёл всего несколько лет назад. Потопление города Бенар шокировало мир. Газеты объявили это военным преступлением. Но для британского флота это стало осознанием ужасного факта. Немецкие подлодки, действующие со своих баз во Франции, могут наносить удары в глубину Атлантики и охотиться на конвой. Битва за Атлантику вошла в свою самую смертельную фазу. Конвои, охраняемые боевыми кораблями, всё ещё являлись лучшей защитой от атак подлодок. Вице-адмирал Дёниц должен был найти способ преодолеть их тактическую силу. Он разработал дерзкую стратегию. Если она сработает, то уничтожит жизненно важные коммуникации единственное, что спасало Британию от гибели. Он назвал свою стратегию «Волчьей стаей». Площадь Атлантического океана 77 миллионов квадратных километров. В первой части своей стратегии Дёниц растягивает свои подлодки в длинные цепи, чтобы прочесывать океан. Он находился в постоянном радиообмене с подлодками. Чтобы не раскрыть своих планов союзникам, они использовали гениальный кодирующий прибор, называемый «Энигма». Когда в Атлантике у нас собралось много подлодок, мы получили приказ от командования, что при обнаружении конвоя мы должны были сообщить об этом на базу и воздержаться от нападения. «Можно представить себе стаю подлодок как стаю волков или гонщик на радиоповодке. Каждая подлодка должна была ежедневно выходить с рапортом, потому что тот, кто отслеживал их и давал им указания в штабе подводного флота, должен был знать, где они находятся». Когда Дёнец отдавал приказ, подлодки должны были атаковать, но не из-под воды, а с поверхности, где они быстрее и манёвреннее, и где их не может обнаружить сонар. Последний штрих — атаковать ночью, когда их небольшой силуэт почти невозможно заметить. Стратегия Дёнеца получила проверку, когда конвой СС-7 начал свой 17-дневный переход из Канады в Англию. 35 кораблей были нагружены сталью и лесом. Но многие из кораблей конвоя были старыми и медленными, а ресурсы королевских ВМС так ограничены, что присутствовал лишь один корабль эскорта. Это было идеальной целью для волчьей стаи. 11 дней спустя ещё два корабля эскорта присоединились к конвою у северо-западного побережья Ирландии, самой опасной части пути. У-48 обнаружил конвой. Она передала его позицию Дёнецу. Дёнец приказал ожидающим подлодкам приблизиться к конвою. Они приблизились через два дня. Волчья стая из пяти немецких субмарин бросилась на жертву. На борту головного корабля конвоя находился Чарльз Гонзальвс. Ночь была лунная, и, конечно, командиры подлодок могли видеть силуэты кораблей. Именно тогда-то они и напали. Атаку возглавил подводный ас Отто Кречмер. Он потопил кораблей на четверть миллиона тонн. Его прозвище — Король Тоннажа. Эскорт действовал на пределе своих умственных способностей, постоянно пуская осветительные ракеты, чтобы успокоить себя и других. Не то чтобы это очень помогало при ярком лунном свете. Обычно командиры подлодок старались встать спереди от конвоя, что позволяло им приблизиться к нему. Лучшие и самые опытные немецкие подводники предпочитали забраться внутрь самого конвоя и стрелять оттуда. Ближний бой — не для слабых духом. Видно было лишь вспышки и звуки торпед, ударяющих в корабли, и звуки взрывов. У-101 потопило корабль Чарльза «Гонзальза». Меня бросило на переборку. Я увидел множество людей, очевидно, погибших. Именно тогда я начал думать, что дело дрянь. На своей базе в Лориенте Дёнец следил за происходящим по радиосообщениям, приходящим в прямой эфир от командиров подлодок. Большая часть подлодок прекратила атаку, когда у них закончились торпеды. Всего за ночь было потоплено около 20 кораблей, больше половины конвоя. Корабли-конвоя имели инструкции не подбирать выживших, так как при этом они рисковали стать лёгкой мишенью. Сотни моряков с торговых судов боролись за свои жизни в водах Северной Атлантики. Без сомнения, торговый флот был жизненной нитью, спасавшей страну, и нельзя было позволить разорвать эту нить, поэтому любой ценой нужно было спасать суда и их груз. Люди в воде должны были спасать себя сами. Конвой СС-7 потерял сотню гражданских моряков. Было потеряно 80 тысяч тонн грузов. Это была самая страшная атака за всю Атлантическую кампанию. Для Дёнеца это была великая победа, доказавшая, что тактика «Волчьих стай» работает. После того, как судно затонуло, Чарльз Гонзальфс провёл долгую ночь в холодной воде, прежде чем его подобрали. До сегодняшнего дня он уверен, что Королевский флот мог сделать больше для их защиты. Была определённая доля самоуверенности. Как можно было отправлять один эсминец на защиту конвоя из 35 судов? Непонятно. Конвои отчаянно нуждались в более сильных эскортах для защиты от атак немецких подлодок. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился к президенту США Франклину де Рузвельту за помощью. Но Рузвельт ничего не мог поделать. В этом году в Америке были выборы, и он знал, что американцы не хотят войны. После одного года войны всё, что Рузвельт мог предложить, это 50 эсминцев времён Первой мировой. Эти устаревшие корабли были плохо подготовлены для пересечения вод Северной Атлантики, не говоря уж об отражении атак немецких подводных волчьих стай. Шесть эсминцев были переданы Канаде. Несмотря на свои недостатки, они могли стать долгожданным пополнением. В 1939 году у нас было шесть эсминцев, четыре тральщика, и это практически всё. Эсминцы канадского флота были полностью устаревшими. Корабли, которые мы получили от королевского флота, были, честно говоря, поддержанными, бывшими в употреблении. Канадцам не хватало не только кораблей, им нужны были моряки для их комплектации. Часто случалось, что на борту корабля, будь то эсминец или корветт, при выходе в поход было много тех, кто никогда в жизни не видел моря. Потребность в моряках была очень высока. Многие новобранцы имели опыт работы лишь на суше. Большое количество моряков приходило из прерии, они никогда не были на море, никогда его не видели. Говорили, что пшеничное поле похоже на океан, вроде того. Неподготовленность Арсиен Королевского канадского флота не осталась незамеченной англичанами. Британцами Арсиен воспринимались как неуклюжие и неумелые силы. Канадский флот обычно назывался англичанами как Королевский сталкивающийся флот или Королевский сталкнувшийся флот. Королевскому канадскому флоту требовалось тщательное переоснащение. Если он собирался сыграть свою роль в войне с немецкими подлодками. Канада принимает обширную программу развития, чтобы обеспечить эскортами атлантические конвои, доставляющие в Британию жизненно важные грузы. Существовал лишь один тип судов, которые можно было построить достаточно быстро и в больших количествах. Это корвет. Любой, кто может гнуть стали и ставить заклепки, мог построить Корвет. Идея была несложной. Имелась технология, простая конструкция, которую можно было производить в больших количествах и не требовалось специализированных верфей для ее постройки. Не нужны были специалисты, хорошо обученные морские инженеры, чтобы запустить ее после спуска на воду. Черчилль назвал Корветы дешевыми и неприятными, дешевыми в производстве и неприятными для субмарин. Корветы осначались 100-миллиметровым орудием на носу и двумя направляющими для сброса глубинных бомб на корме. Эти крепкие корабли изначально разрабатывались для охоты на китов, их проверенные паровые двигатели были хороши в коротких спринтах, что также было очень полезно в борьбе с подлодками. Но их основная старомодная конструкция имела свои недостатки. Первоначальное предназначение корветов было довольно скромным. Они должны были быть мастерами на все руки у побережья. Никто не предполагал, что эти суда будут нести бремя службы на севере Атлантики. В бурном открытом море именно экипажам этих судов пришлось принять на себя всю неприспособленность корветов. Мостик был полностью открытым. Судно, как одна открытая в ванну. Вода заливалась туда, перекатывалась через нос, с неба на нас лил дождь. Когда корветы выходили в открытое море, их экипажи понимали, что погодные условия слишком тяжелы для них. Они работали в адских условиях. Люди постоянно были мокрыми, спали в мокрой одежде, работали в мокрой одежде. Было холодно и часто было очень страшно. Но в тот момент корветы были главной надеждой в деле победы над гитлеровскими подлодками. И вскоре они вступили в бой с волчьими стаями в Атлантике. Питер Кок был в конвое, который первым вступил в решительное сражение с немецкими субмаринами. Для уничтожения подлодки требовалось участие двух кораблей. Один должен был находиться в стороне и сканировать толщу воды сонаром, пока другой сбрасывает глубинные бомбы. Обычно мы принимались за поиски, проводили сканирование эздик в поисках эхо. Стараясь оказать поддержку конвою, который подвергся нападению, корветы Шамбли и Муз Джо обнаружили немецкую подлодку. Шамбли сбросил глубинные бомбы. У-501 всплыла на поверхность. Заметив подлодку, Муз Джо изменил курс, чтобы таранить ее. Последовал очень точный ход. Муз Джо просто пронзил субмарину, и когда корвет и лодка поравнялись, немецкий капитан перепрыгнул с надстройки лодки на носовую надстройку корвета. Затем кораблям удалось разойтись. Подводники вернули контроль над лодкой и последовала небольшая погоня, пока, наконец, подлодка не была вновь атакована и не затонула. Командир подлодки и выжившие члены экипажа У-501 были взяты в плен. Но корветы больше не могли оставаться временным решением. Осенью 40-го года волчьи стаи безжалостно топили корабли конвоев. Ситуация была критической. Поставки продовольствия в Англию упали до самого низкого уровня с начала войны. Лишь героическое самопожертвование моряков-добровольцев спасло Британию от поражения. 3-0 подлодка! Провожу эхопоиск! Некоторые экипажи на своем первом корабле проходили в море несколько дней и были потоплены. Ведь это были первые дни их службы. Куда опаснее было быть моряком торгового флота, чем воевать в любом роде войск Британии или Канады. Казалось, ты не боишься, что это случится с тобой. Это случится с тем парнем, с тем или он, с тем, и никогда не случится с тобой. Нельзя все время бояться. Ты просто надеешься, что в воде окажутся другие, а не ты, что ты выживешь. Вот так. Если идет война, ты не думаешь, что проиграешь. Нужно думать, что ты победишь. Окончательное число жертв среди моряков торгового флота в битве за Атлантику достигло более 30 тысяч человек. Если бы гражданские моряки не выходили в море, корабли бы перестали ходить, и все бы развалилось. Это замечательная история о небезызвестной герое войны в Атлантике. Стратегия «Волчьих ста» и «Дюнница» имела ошеломляющий успех. Гитлер был убежден, что им нужно создавать больше подлодок. Получая обещанные 29 субмарин в месяц, Дюнец еще больше стал верить, что может выиграть эту войну для Германии. Для Уинстона Черчилля ситуация была удручающей. Подлодки Гитлера почти заставили Британию сдаться из-за голода. Что нас ожидало, когда столько наших торговых судов погибло, а мы не могли доставить достаточно пищи, чтобы насытить наш отважный народ. Британцам было необходимо найти контрмеры для уничтожения «Волчьих ста» немецких субмарин или признать верное поражение. Но вскоре у них появилась новая технология, новое секретное оружие, и они надеялись, что оно справится с поставленной задачей. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Субтитры создавал DimaTorzok